Чувака там платят за голову 20 баксов. Дмитрий наказан за слово на букву Н, чтобы вы знали. Мне просто давали написать. Даем вам вашу форму российского солдата и отпускаем вас в город. Хотите пойти погулять? Покажем, как мы можем типа воевать, окружающиеся, покажем боевую мощь. Контактировали, но там русские контактируют. Вы же не русские. И к ней подошли, вот они говорят, вы же, говорит, женщина, вам не страшно ли здесь? Я говорю, 10 лет, мою сынок, тебе не страшно здесь? Это бумажка, конечно. Так, хотим поговорить с вами на тему, чего вы сюда пришли, что вы здесь искали, что вы увидели, какие выводы сделали. Будете с нами разговаривать? Да, конечно. Будете, конечно. А почему так вот? Да, конечно. Ну, вы же как в плену, типа, и мы должны на вас давить, по идее, чтобы вы нам интервью дали. Или не должны? Не знаю. Как не знаю? Пресс-карта. Моя в машине забыл. Это самое. Если вы не хотите, можете не говорить. Не-не-не, я выводы. Точно. Почему вы хотите с нами поговорить? Вот вы, по-моему. Может, как-то поможет. Чему? Обмену. Может. О, это что-то здравое мысль. Может, ну, и вот пришел. У вас капитан в памяти? Нет. А, нет? Вот, у меня пришел только что товарищ. Ну, не только что. Ну, это. Сказал, что вариант будет созвониться. Да, это тоже есть. Так, давайте не терять время, потому что у нас оно не резиновое. Вы пока курите. Фамилия, имя, отчество ваш? Фархидов Тимур Айратович. Фархидов. Фархидте. Кто вы, по-моему, национальности? Башкир. Фархидов Тимур. Ну, русский, да? Айратович. Русский вы. Башкир. Русский. Ну, как же, русский. Башкир. А что, есть разница какая? Ну, да. Я в республике Башкортостан. И что, это не русский? Ну, нет. Я россиянин, но не русский. А расскажите нам разницу. Я пока буду записывать даты. Так, значит, интересно. Вот, допустим, есть много республик. В России. Да. Есть татар, татария. Башки, чуваши, Мордовия. И еще 159. Да, конечно. Дагестанцы, чеченцы, ингуши. Это же все Россия. Да. И у них свои, получается, свой язык, своя культура. Свой глава как президент. Угу. Ну, и типа крови разные, как бы сказать, да? Я не знаю, гены разные. Ну, да, да, конечно. С ума сойти. А мы думали, что вот это все русские. Нет, я не русский. Дата рождения ваша. 06-06-01. Ух ты. Счастливые числа, если бы... 06-06-06-06. Три шестерки. 06-06. Ну, заба. Такое себе счастливое. Светише, это сколько вам? 21 год? Да. Ну, вы контрактник уже? Да. Да. Не срочно. Город. Сожжение. Республика Башкортостан. Да просто населенное. Село Большое Устиккинское. Большое Устиккинское. Что это значит? Большое Устик. Это Репик? Ммм. Звание, должность? Ефейтор. А должность инспектор? Инспектор? А чего? Инспектор взвода военной полиции. Взвода? У такого у нас еще не было. Взвод военной полиции? Везде 50 человек ни разу. Это вы должны были, что делать? Следить за порядком? Я не должен был вообще сюда отходить. Это не в моей компетенции. 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 Номер телефона, по которому будем звонить? Два можно. 927. Плюс семь, 927. 954. 954. Жена. Сколько у него? Жена. И 965. 536. Ну смотри, мы даем звонить в одному номеру, потому что у вас дохрена. Да, если не дозвонились, то даем звонить по-другому. Кому звонить из них? Кому первому звонить? Давайте к жене. К жене, все. WhatsApp, Viber, Telegram. WhatsApp, Telegram. WhatsApp. То есть, если она не возьмет, то будем другой по-другому. Просто время ограничено, потому что у вас много. Вы сегодня уже четвертый, например. Так вот, и это отдельный взвод, получается, командир бригады просто захотел себе отдельный взвод в военную полицию. Как это захотел? Ну, он просто, он получается... Повелеваю. Отдельный взвод в бригаду, у него есть своя бригада. У нас часть Марта Стрелкова, пехота. Хочу, чтобы били иконки, и они открывались мышками. Можете считать это моим личным... А подождите. И он создал себя взвод в военную полицию. И получается, наша задача... Ну, у граждан... Ну, когда нет войны, мы... Ну, мы не работаем, короче. Мы ходим, следим, чтобы военные были чисты, чтобы они... Я понял. ...соблюдали регулярные служебные времени. Это комендантский патруль, вроде того, да? Да, да. Комендантский патруль. А когда война, вот, допустим, или учение, мы находимся на командном пункте, ну, где-нибудь около границы со стороны России, и охраняем начальников штабов, ну, тех, кто остался, командир бригады... Те охранители? Ну, как? Ну, да. Мы стоим на входах и соблюдаем... Ну, понятно. А когда вы зашли в Украину? 19 марта. А что, вы не знали 19 марта, что уже в Украине близко? Ладно, я когда попали в ДН? 6 мая. 6 мая. Ладно, все, давайте официальная часть. Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью и на его публикацию? Да, конечно. Даете. Еще раз, как зовут вас? Тимур Айратович. Тимур? Архитек Тимур Айратович. Дата? Рождение? 06-0601. И город откуда вы? Село Большую Стикинку. Вы ВКонтакте, кстати, есть? С фотками? Или в Инстаграме? В Инстаграме есть. Ну, я давал пароль, я не знаю, что сейчас... Да нет, пароль мне не надо. Мне надо просто вас показать, что вы там есть. И были до вторжения еще. Господи, как я люблю эти ваши все инстаграмы. Как вас тут зовут? По-английски? Да. Разрешите. Ничего себе, какая скорость. Вот это да. Ну, пока же, на закрытой аккаунт. Давали, говорите, пароль и аккаунт до сих пор закрытый. Что-то плохо там вашим паролем воспользовались. Должны были открытий хотя бы. Короче, тут нет ничего. Тут есть страха нет на аватарке. Да. Уже это означает, там какая-то руна еще что-то такое. Буква КТ. А? Буква КТ. Да, да, да. Что это такое страха нет? Руна, буковка КТ. Что это означает? Это какой-то древний символ, слоган чего, откуда он происходит там. Ну, это древняя Русь. Интересно было язычество раньше. Ага. А они в Руси писали рунами? Рунами? Нашли вы хоть одну руну в Древней Руси где-нибудь? В смысле? Ну, рунами писали скандинавы, викинги, варяги. Варяги. А на Древней Руси тоже писали рунами? Как? По крайней мере, вы можете в это верить. Хорошо. Я не буду противопоставлять. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Как вы попали в плен вообще? Как я попал в Украину или как я попал в плен? Сначала в Украину, потом в плен. Оно, по идее, так и было. Я стоял, ну, соответственно, на ПЕшках, на входах. После своей смены я пришел в палатку отбиваться и заходит подполковник. Это где-то на учениях года происходило? Да. Ну, это с учениями мы приехали в Белгород. А, в Белгород. Вот, в Белгороде стояли. Это дата какая? Приехали в Белгород? Мы поехали сначала в Курск. Вот. Были в Курске, отыгрывали учения, отыграли учения, но отказали марш до Белгорода. Мы построились, совершили марш до Белгорода. Вот. И расположились в Белгороде. О, кстати, мы сейчас спрашиваем, что мы можем это самое отпустить вас. Эксперимент предлагаем провести. Одеваем вас в вашу форму сейчас. Мы не говорим, где мы находимся. По телефону тоже не надо говорить. Даем вам вашу форму российского солдата и отпускаем вас в город. Хотите пойти погулять? Нет. Ну, подписывайте все бумаги, что вы согласны на такой эксперимент. И идете гулять в город. Думаю, до влачного закончится. Чего? Вы же освобождать кого-то пришли, вроде бы. Я не шел, не могу освобождать. Тут 20 километров до боевых действий. Ваши сейчас продолжают сюда сунуться, типа, чтобы кого-то освободить. Ну, у них не очень хорошо получается, но сунуться. По идее, если они сюда идут кого-то освободить, то тут все должны сидеть и ждать их. Соответственно, если вы сейчас выйдете в форме российского солдата в город, вам должны принести цветы, хлеба, соли, там, я не знаю, за стол пригласить. Ну, вам же должны быть рады. Ну, я думаю, что такого не будет. А что будет? Мы просто завалим. Гражданские там будут. Нет, да, мы сделаем так, чтобы мы вас вывезем в центр города, там нет военных почти. Мне кажется, гражданские здесь завалят. Просто гражданские завалят. Потому что военные обратно в плен возьмут. А гражданские разорвут. Натурально разорвут. А что ж так происходит? Башкир пришел в Украину освобождать каких-то русских. Но если его выпустят сейчас в той же Украине, в этом городе, его разорвут. Странная какая-то ситуация получается. Это я для зрителя говорю. Чтобы доходило до них, понимаете? Что то, что происходит здесь, это абсурд. По всем статьям, по каким ни посмотри, это просто чистый абсурд. Например, по философству, в минуту. В России живут русские? Да. А они кто? Россияне. Правильно. В Украине могут жить русские? Да. А они кто? Украинцы. Правильно. Почему россияне русские решили, что они должны... Нет, стоп. Почему россияне, буряты, башкиры, татары, чечены и все прочее, и русские в том числе, решили, что они должны прийти освобождать в Украину русских? Что их на это надоумило? Да, ну, я думаю, что это... Мне лишнее это не понять, потому что это политика, это... Правильно. Правильно. Это политика. Просто, если Россия идет защищать куда-то русский язык, представьте, куда может пойти Англия защищать английский. Конечно. Везде. Просто. Почему Англия? Что такое? Там госсанксов защищают. Уважительно к англичанам. Не, ну так вроде бы говорят, я не знаю точно. Это вроде нормальный термин. Узаконенный. В отличие от слова на букву «Н», за которое... Дмитрий уже наказан. Дмитрий наказан за слово на букву «Н», чтобы вы знали. Ладно, давай вернемся к истории. Вы из Курска в Белгород. Это было какие числа? Где-то начало февраля. Мы приехали в Белгород и расположились. Мы расположились с командным пунктом. Да, и вы пошли отбиваться, и командир к вам приходит, и что говорить? Приходит. Это не мой командир. Мой командир был уже на территории Украины. Так, вот, приходит начальник штаба, подполковник, и собирались в воду и взводки, и он просто пришел, говорит, ты, ты, кто, куда, и все. Нас экипируют, матовые гристики ставят, все, выглядит, едете, говорит, границы. Ну, получается, границы, да. Ну, типа, если что-то пойдет не так, там, надо будет заехать. Ну, все, ну, как. Мы едем туда, и все, и, ну, в мотолыгах едем, в три мотолыги нас ехал. Взвод, получается, сводный взвод был, собрали вообще из всех подразделений, не одно какое-то подразделение, а со всех. С одного, два, с другого, три. Ну, не важно, да, мы собрали. Поставили взводник, который старший лейтенант с нами был, тоже рандомно. Все, мы приехали, и мы уже были в тыль. Вот, нас завезли в село Циркуны. То есть, это уже был март, 19 марта. Да, это было 19 марта. А вы знали на 19 марта, что в Украине уже происходит к тому времени? Ну, мы... Я не верю, что вас могли лишить телефона, потому что... Нет, телефонов у нас не было. Не было, правда, телефонов? Правда. Ни планшетов, ни доступа к интернету, ничего? Даже связи не было. В Белграде стояли февраль, марк, и не было никакой связи вообще с внешним миром? Не было вообще. В Курске даже не было. Мы приехали, получается, после Нового года в Курск. У нас забрали у всех телефоны. В приказном порядке, типа. После Нового года сразу? Да, получается, я ездил домой на Новый год, на 12 дней нас отпустили. И где-то в середине декабря, даже, может, число двадцатых, мы уже были в Курске. А что между собой хотя бы говорили? Ну, вы же знаете, что происходит? Ну, вообще же знали. Мы же с тобой говорили об этом, ну, как бы. Ну, мы до того не верили, думали, какая война сейчас. Ну, нам как говорили, сейчас приедем к границе, отыграемся. Ну, покажем, как мы можем, типа, воевать около границы, покажем боевую мощь. Показали, 16 километров от моего дома, а я в Киеве живу. До границы. Ну, как всегда, делали, вот, с Белоруссией отыгрывали также. Вот, ну, и все. Интересно, интересно, а с Белоруссией что вы отыгрывали? С Белоруссией был Запад 2021. Его любимая тема Белоруссия. Мы отыгрывали. А как это понять, отыгрывали? Типа, пришли, мускулами поиграли, типа, да, и показали? Все вооружение, там, перебывали реку, вон, в этом, это было в Муроме. А, ну, я не проладовал, я был. Ну, понятно. Я нормально, я нормально. Вы в заградотрядах, типа? Это заградотряд. Ну, это реально заградотряд, получается. Ну, как, по-функциональности. Команда была, если будут свои идти назад и добивать? Нет. А как мне? Почему? Мы же в России были. Нет, нет, нет. Мы отойдем к этому, не отвлекаемся на Белорусов. Мы приехали из Циркуны. Это уже была территория Украины. Да, еще и Харьковская область. Да, Харьковская область. Вот, нас привезли в бункер, это заброшенная часть. О, опять этот бункер. Вот, и в этом бункере нас расположили. И у вас там было человек 40, и Долейровцы, и ЛНРовцы? Нет, только ЛНРовцы. Ну, там Балдинар. Да, ну, это же с рта мы их не десем. Балдинар, там улетел. Да, оккупированная часть. Дедушки один. Да, мы знаем эту историю, как минимум с половиной бункера мы пообщались. Вопрос, пока не забыли. А как вы с родными, вот, февраль, март, как вы с домом общались? Да. У нас, получается, в Белгороде был товарищ, который раньше служил с нами. И он нам как-то привозил, ну, покушать. Ну, сладости, там, энергетики, шоколадки. Нифига себе. Ну, он с Белгорода, получается, подъезжал к дороге, и мы к дороге выезжали. А, покупали просто у него, да? Да, да. Торговал. Он нам привозил за деньги. Ну, да. Ну, просто торгаш. Мы им давали денег, он гонял, и покупал то, что нам надо. И вот, и от него я звонил жене, матушке звонил. И что вы им рассказывали, а они вам что рассказывали? Они вам ничего не рассказывали, что война началась, там, все эти дела? Мы знали, что, как бы, война началась, но мы в это вообще не верили. Я осознал, что идет война только когда я же стою около штаба, и на ночь мы заходили греться туда, внутри. Холодно. Да, февраль. Вот. Я захожу внутрь, и стол, и на столе список лежит. Духсотый, трехсотый. И я двухсотых смотрю, там был мой замком злот выше. Я смотрю, ну, двухсотые. Ну, вот тогда-то я уже серьезно сказал, что, например, списки большие были? Там было девятнадцать человек двухсотых. Ну, потом, как выяснилось, что это был такой беспонтовый список, потому что, когда мы зашли, я как раз зашел в эту роту, в третью. У них с роты, рота, ну, около девятнадцать пяти человек, у них с роты восемь человек осталось. На перекрестке, там, разбили. А много вообще на твоих глазах людей погибло? На моих глазах погибло, ну, с ЛНР много людей погибло, на моих глазах. А как это произошло? Ну, получается, мы же в бункере когда были. Да. Орожайные силы Украины пришли на зачистку. Да. Ну, вот, и снимали посты, и вот, и получается... Обстреливали, в смысле, посты? Да, да. Мы люди не военные, нам снимали посты. И все. Я могу рассказать, это как у нас один ЛНР рассказывал, напоминаете. Они стояли на блокпосту, прилетел квадрик, и прибежали к спецназу какой-то наш, всех расстреляли, и одного только раненого забрали. Да, была такая история. Ну, там ли это просто, возле того ли был? Тоже, тоже. Циркунах ли это? Да, ну, вроде да. Ну, осознали вы, что... А почему так получилось, что именно ЛНРовцы вот это вот, их постреляли, а не там россиян? Что, какая-то специальная отбор был? Нет, не было специальный отбор, просто большинство ЛНРовцев было в бункере. А основная часть россиян была в Циркунах, в самом поселке. Получается, вот поселок Циркуны, и он стоял вот здесь, пост, здесь, пост, здесь, пост, и дальше бункер, и вокруг бункера уже посты. Там больше всего было ЛНРовцев. Россиян там было очень мало. Россиян там были в тылу, типа. Это не тылы, а вот с другой стороны. Россиян тоже, ну, как говорят, пехота, ну, вооруженские Украины говорят, что как бы тоже там нормально потеряем. Они, получается, зашли и сразу прям шли, получается, и бункеры, и Циркуны сразу защищали. Как-то нормальные потери, но смысл не в этом, а смысл в том, что вы-то в Циркунах-то тоже не стояли просто без дела, вы что-то тоже там стрелы какие-то делали. Так, не, мы просто стояли, мы же на посты только ходили. Что вы кушали в Циркунах? У нас была гуманитарная помощь, нам приезжала из России машина, привозила там. А что, с мирными не контактировали? Контактировали, но там русские контактируют. Вы, ну, вы же не русские. Ну, в смысле, те, кто в Циркунах стояли. Это я проломался. А почему вы так, это была оговорка по Фрейду, вы как-то русских назвали... Русские. Русские. Вы себя не относите к ним, когда на подсознательном угол не получается? Нет, слушай, недавно пост написала одна какая-то знаменитая блогерша, типа, что хорош нашим ребятам, ну, из России, что хорош нашим ребятам здесь гибнуть, пора сюда побольше отправлять бурятов, башкиров, татар. Хай они гибнут. Типа, ну, то есть определила их как третьи сорти. Ну, это же чистый нацизм. Фашизм. Как хочешь. Насизм. Расизм, да, верно. Ну, в Циркунах мы были, как там, бой завязался, какого числа, как это было? Это было 5-го. 5-го мая. Получается, мы отстояли на посту и пошли отбиваться. Заступили другие. Отбиваться – это спать ложится? Да. Пошли спать. Легали спать. 6 утра, ну, нас поменяли, пришли, ну, тоже были россияне, ну, добровольцы, и луганские, ну, там смешали. А что такое добровольцы? Ну, добровольцы – это, ну, мобилизованные, как они, с Барсой идут. Они не кадровые, военные, они просто, вот, когда-то ты в армии служил, и, получается, боевой армейский резерв. Да, как-то, да. Был. Барс, боевой армейский резерв, да, был. Ладно, было такое дело. Ну, они не кадровые, военные, они не служат. За деньги, за 200 тысяч. Да. Ну, наемные убийцы, так и говорите. Ну, можно сказать. Нет, да это все другое. Нет, я понимаю, что есть там вагнеровцы, которые по определению наемные убийцы, то есть они идут через какие-то ООО, ЧП, там, да, и все вот эти вот прочие, типа устраиваются по договору якобы что-то охранять, но на самом деле их отправляют сюда. Ну, а чем эти Барсы отличаются? Те раньше служили срочку, и те, типа, раньше там служили срочку, контракт, да, но и те, и те штатными военными же не являются. Ну, потому что, получается, мобилизованы, и их больше не воевать сюда звали, получается, а кого-то восстанавливать по профессии, что-то, кого-то на блокпозады. А ЧВКшников вы видели? Нет, ЧВКшников я не видел, но говорили, что они были. Ну, мы же не изначально здесь, ну, в Украине, 24 февраля начали, и вот я когда приезжал, я общался с теми, кто здесь изначально, они видели ЧВКшников. А каких, кто это был? Они же не говорят, они просто видели женщину. Да кто они? Они подошли к ней, говорят, ну, типа, вот вы женщина, вам не страшно, типа, и она говорит, сынок, я говорю, 10 лет твоей, ей не страшно. Подожди, подожди, они женщину украинскую взяли в плен? Нет, ЧВКшников. Она корректировщица. И к ней подошли, вот они говорят, вы же, говорит, женщина, вам не страшно здесь, она говорит. Я говорю, 10 лет, мою сынок, ей не страшно здесь быть. Подожди, а как ее позывной или фамилия, может быть? Может, мы ее знаем, может, известная какая-то? Черная ведьма какая-то, она или алая ведьма какая-то, да. Черная ведьма или алая ведьма. Или кровавая ведьма. Ну, что ты с чем-то, она арт-корректировщик. А у нее наколки Хеббельса не было? Я не знаю, я ее не видел, я так чисто подосказан. Я так понимаю, мы просто этого ни разу не слышим. Да-да-да, мы все время пытаемся свести все истории в кучу. Ты сказал, что ты что-то понял, что ты понял? Смотри. Все стало на места. Как корректировщицу. Потому что она женщина, она переоделась в мирную и пошла к нашим блокпостам военным, срисовала координаты, отошла, сообщила. Да, понятно, это понятно. Смотри, Барс и ЧВК. ЧВКшники это чисто наемники, которые типа натренированные и валятся. Как мы понимаем, не все они натренированные, но ладно. Это не важно. А Барс это тех, кого под видом, типа, вы будете восстанавливать вооруженные, разбитые города. Под видом гуманитарной помощи. И называют они это Барс 1, 2, 3, 5, 15. Типа, вы не военные? Я понял, теперь ответь мне на вопрос. Барс с кем заключает контракт или договор? С ЧВКшники заключаются. С Министерства вооруженных силами. Все, теперь тогда уже понятно. А ЧВК нет? ЧВКшники с частными компаниями. А те с вооруженными силами, хоть они кадровыми военными не являются, но они под видом типа помощи, гуманитарной помощи, все равно отправляются сюда. Мы общались и с теми есть. Мы между собой тоже спорим, потому что у нас истории много. Мы складываем, у нас беседа. Просто у вас все так интересно работает в России, и все, что касается армии и военных действий, что это не так просто разобраться, да? Ну, я думаю, везде есть и ЧВК, и добровольцы. Да нет, у нас добровольцы есть. Добровольцы? Нет, нет, стоп, смотри. А ты наемники, у вас тоже же есть. Как это наемники? Ну, наемники я вот. Ну, видели ли лично? Нет, я в телеграм-канале видел. В каком? Вот. Война, Украина, что-то, Россия, как она называется. Это когда ты видел телеграм-канал? Это я уже здесь был. А, здесь? Нет, нет, стоп. Давай разберемся, что такое наемники. Наемник это человек, который пришел куда-то, ему сказали, так, ты едешь туда на войну, будешь зарабатывать такую-то сумму, да? Едешь и... Это его профессиональная деятельность. То есть, фактически он на этом зарабатывает, да, живет? При этом он не является кадровым военным, правильно? Нет. В Украине таковые отсутствуют. То есть, есть люди, которые, как ты хочешь это сказать, нанимаются якобы, да? Нет. Есть люди, которые едут добровольцами в Украину, даже, да, из других стран. У нас тут грузинский легион, например, воюет все 8 лет. Но грузинский легион, это, по сути, тоже кадровые украинские военные. Потому что они не сами по себе, и они не от какого-то ЧП, ПП и всего прочего. Они, ну, занесены в штат, то есть, формально все оформлены. А такого понятия, как ЧВК в Украине, нет вообще. И никаких барсов, ничего такого нет. То есть, да, люди могут приехать и воевать из Англии, там, откуда угодно, из Франции, откуда угодно могут приехать к нам. Но они идут в штат. Они становятся, они становятся подразделениями, входят в подразделения вооруженных сил Украины или там национальной гвардии. Ну, а что там было в Телеграме? Там были люди, допустим, вот такой-то снайпер, допустим, из Канады. Вот, да. Со своим снайперским подразделением. Ну, вообще без вопросов. Конечно. Да, он доброволец, ему за это не платят. Нет, ну, в смысле, он становится в штаты, ему платят. Ну, зарплату. Ну, да, официально. Да, у них нету такого, как у вас там, 240 тысяч ЧВКшники получают. Нет, ЧВКшники они получают по заданиям, вот, допустим, они получают. Да, ЧВКшники получают в долларах, в наличке, если вернулся, там, в этом. Да, они получают за заклад деревни, за зачистку деревни, допустим, за заклад города. Это зависимость от договора. И у них там еще другое. Это зависимость от договора. Я общался с добровольцем, который был раньше в ЧВК. О, а что он рассказал? Вот, он, он, получается, он приехал сюда, зарабатывал деньги. Ну, это понятно, как и все они. Вот, он хотел ехать сюда как ЧВК, вот, он заходил сюда 23 февраля как ЧВК. ЧВКшники, это ЧВКшники? Да, он заходил сюда как ЧВКшники, и что-то пробовал здесь две недели, и его что-то запьянку, что-ли, выгнали из ЧВК. Вот, и он вернулся обратно, и зашел, как добровольцы. Через вот этот БАРС. А что он говорил, сколько платят ЧВК? ЧВК, там, платят за голову 21 баксов. 21 доллар за убитого. Да. И дальше идут за Данией. Ну, допустим, замените деревьев. Сколько? Ну, это он уже не говорил, он просто говорил, что за Данией. Ну, мне интересно было, если бы... Так они голову должны показать, что они убили. Тоже же резонный вопрос. Он же может быть и сказ... Да, 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 я тоже задавал, но он мне конкретно не ответил, он так в шутку сказал, типа, уши, говорит, собираешь. 21 баксов. Потому что это вовсе и не шутка. Ну, я не думаю, что кто-то будет носить собой, допустим, он убил, он 40 человек, он 80 баксов. Я не думаю, что кто-то может за 21 доллар кого-то убить. Ну, это их профессия. Да, но что же мы уши тогда не отрезать и с собой не взять в таком случае. Но если люди лишены каких-либо принципов морали вообще абсолютно, то для них, по идее, что убить за 20 долларов, что ухо отрезать, вообще без разницы. Что ноги кому-то молотком поотбивать, вон как в Сирии показывают это видео. Да, кстати, я тоже видел видосы джамбо. Да, джамбо, джамбо. Таких джамбо знаешь сколько? Что они на видео не попадают. Самое прикольное. Я думаю, ты знаешь лучше, чем мы. ЧВК у вас запрещены? Они не запрещены. Они у них наполовину узаконены. То есть, такого закона нет, что окей, ЧВК, да, типа все, они есть. Но у них есть закон, который запрещает любые расследования, связанные с незаконными формированиями вооруженными, которые при этом помогают официальным российским формированиям. Вот почему все непросто, я говорю. Но статья наемничества в уголовном доме все есть. Да, да, да. Вот почему все непросто. Потому что у нас такой истории нет. До 15 лет, ну да. Да, ну у нас такой истории, у нас все просто. То есть, человек снайпер из Канады, да, он в первую очередь, он за идею, потому что он хочет помочь Украине в войне с российской агрессией. Потому что канадцу те деньги, которые платят в ВСУ, хоть это и вроде бы и неплохие деньги, но для канадца это точно не является стимулом. Стимулом для него является его идея. Но смысл даже не в этом. Потому что он приезжает, официально оформляется и служит. Ну я почему-то думал, что это такие же ЧВКи. Да нет у нас ЧВКи, ну это в России все так думают, нет у нас, только у вас такая хрень. Как это происходит? Собрались грузины, или там поляки, или британцы. Они приезжают, изъявляют желание воевать на нашей стороне. Их одевают, обувают, за ними закрепляют офицера украинского. Они входят в состав батальона, группы какой-то и выполняют задания. В составе вооруженных сил Украины. Они не как ЧВК, типа мы пойдем поработаем там, подвижим. Ну и такого понятия, как 20 баксов за голову, это уж точно, извини. У них зарплата, скорее всего, какая-то. Жарплата. Нет, у них тоже есть какой-то оплата. Я знаю, я знаю. Просто таких плюсов Украине нет. Это вообще не цивилизованная история, это варварская история. По сути, 20 баксов за голову. Вот поэтому они запрещены, потому что они как, ну, такие методы. Я же еще раз говорю, они вроде как запрещены, но если ты приедешь в Россию и начнешь там рассказывать что-то вот это вот, твои действия могут приравнять как расследование в отношении ЧВКшникова, и тебя за это могут упечь в тюрьму. Запрещено в России об этом говорить. Да, в циркунах вы ходили, пришли, вы отбиваться, уже отбились и что? Уже просто третий раз перебивали. Вы интересная вещь рассказывали? Да, да, да. Все, мы пошли спать. Получается, в 6 мы легли, и часов в 9 прибегает пост, говорят, что стреляют, мы уходим, вокруг бункера сняли, осматриваются, и все, полетела арта, и выстрелы пошли. Мы заходим в бункер, и бункер просто берут в окружение. Мы ждали, пока к нам придет помощь, но помощь всякой мне не пришелся. Долго в бункере просидели? Сутки почти. А что вам там, кидали, кислотой вас заливали? Тротилбул, гранаты, РПОшки. А чего вы не сдавались? Страшно было сдаваться. Почему? Ну, потому что нам говорили, что там... Кто говорил? Ну, все говорили начальца, все говорили, что в плене вообще ни в коем случае там носиться... А как они это рассказывали? Ну, то, что выкалывают глаза, там, отрезают яйца. А что же вы с глазами и с яйцами в таком? У него 4 было, что... Нет, про яйца я не утверждаю, конечно. Кастрировали, может, да? Кастрировали вас? Нет, нет. Ну, просто мне все время это в комментариях пишут, что в Украине кастрируют. Это же психологическая накачка постоянно идет. И вас, и их. Мы видели видео. Ага. Так, я в Телегам-канале. То, что стоят мирные жители. Вот. И идут, ну так, как-нибудь, ну так, азовцы. Да. И то неправильно говорили слово больницы. Кому отвертка у глаз там какая-то там... Слышь, гуглони, пожалуйста. Вообще... Давай. Может, есть такое видео просто, ну реально. Еще раз. И просто они вот в ряд стоят, и он идет прям с отверткой. Напиши, там, кастрировали ли отверткой глаз, или что-нибудь такое. Ну давай загуглим уже в конце концов. Уже просто тупо интересно. Давайте, а вы пока рассказываете историю, пока он там это самое. Ну, мы понимаем, почему вы не хотели сдаваться, да? Ну, просто было страшно. Из вашего, из того, что вы увидели, что подтвердилось про вот это все? Ничего не подтвердилось. Потому что, ну, мы начали общаться. Ну, там, слышимость. И все, там был Сергей, офицер. Он сказал, даю слово офицеру, что вы останетесь живых. Все. Мы вышли, а они оказались такими же... Такими же мужиками, как и мы просто. Прикинь. Они так же разговаривали. Прикинь вообще. Мы с ними пообщались. Бывает же. И все. И вы попали в плен. Я думаю, это видео не будет в интернете. Она будет в телеграме или на канал. Это же зонцы, которые... Я просто знаю, не знаю, как его гуглить, понимаете, в телеграме на канал. Как его здесь... Война. 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 Украина. Украина. Россия. Таицы. Ну. Да нет, это... Кстати, ответила ваша супруга. Она ждет в зону. Вот. В этой группе, кстати, я видел этого канадца. Так. Ну, вопросов нет. Видео тут нет. Я думаю, что когда посмотрят это видео, если оно такое... Короче, да. Накидайте нам ссылки на вот эти все видео. Да. Накидайте ссылки на видео, где кастрируют, вырезают глаза, отвертки выколупывают, все такое прочее. Я обязательно опубликую это у себя в телеграме, потому что в ютубе нельзя. Обязательно опубликую. Ну, и обязательно мы подпишем, подпишу, что я об этом думаю. Дима, что об этом думает. Потому что... Тоже, на которую скидывают ссылки, появятся здесь и есть в описании. Демобилизейшн, в Mail.com. Там и там появится. И там. Супруги. Звоним. Она ждет, она предупреждена. Добрый день. Здравствуйте. Я Владимир, журналист из Украины. Хотите поговорить со своим мужем? Да. Это видео, это запись идет, этот разговор будет идти под записи для публикации, и вы в курсе, да? Дай секунду. Что? Да, да. Громкость добавлю. Добавлю. Добавлю еще раз. Раз. А вы знаете, вы уже наши видео досмотрели, получается? Да, да, да. Все, даю трубку. Привет. Привет. Молодежь смотрит. Все, хорошо. Рассказывай. Относительно хорошо. Вы городу не говорите, а про все остальное можете разговаривать. Да. Ну все, хорошо, кормят. Кормят? Да. Я хочу перечить, звоню в Министерство обороны. Меня князев по расписанию принимает. Все хорошо. Сегодня звонили с утра в Министерство обороны. Сказали то, что якобы украинская сторона срывает обмены. И обмены по факту они давно уже должны были произвести, так как наша сторона готова к ним идти по Украине срывает. А нам говорят по-другому. Едут меняться. И получается, когда едут на обмен, с русской стороны начинается обстрел. Вот, вчера сказали меняли двухсотых, так же обстрел опять начался. И поэтому не могут понять. Да, да, да. Я звоню каждый день в Министерство обороны. Вот сегодня два раза уже звонила. Они мне сами перезванивали. То есть я, короче, каждый день отправляю запросы к Путину, там, по правам человека, в Америку кассу. У нас все связываются. И как бы, сегодня сказали, что договоренность насчет обмена пойдет. Мне еще в пятницу сказали, что обмен должен провестись 14-16 числа. Вот сегодня они, получается, созванивались с МКК, Миноборона. Сказали, что все еще идут переговоры. На этой неделе возможен обмен. Слушайте, я хочу сказать просто два слова. Вот смотрите, мы изначально публикуем количество там трупов, да, публикуем всех там пленных. Все это вот говорим, рассказываем, показываем, да. И показываем, рассказываем как раз для того, то есть мы все специально делаем для того, чтобы осуществить вот эти все обмены, да, со своей стороны. Наоборот, толкаем эту всю историю. Многих россиян, которых мы показывали на видео, если вы смотрели эти видео, в России даже не признавали пленными, а признавали только после наших видео. Вот на основании совокупности этой информации вы можете попробовать сделать для себя вывод, кто именно, ну, кому не выгоден обмен, понимаете, кто его и пытается избежать. Мы все-таки его срываем. Или Россия? Я даже не делаю никаких заключений по этому поводу. Просто я говорю о том, что у нас вся информация все время открытая. Арина, у мамы твоей только что дедушка приехал за грампу. Огород в поле, дочь у тебя. Понятно. У меня такой вопрос. С тобой находился Данил Макар? Да. Находился Глухов и Березов. Я с тобой сейчас? Нет. Глухов остался... Нет, не говорите. Березов остался. Да. Живой живой. Ну, они живые, все хорошо. Еще был Мухдин. Макар, Макар живой, нормально? Да, все хорошо. Он не россиянин. Подождите, они в плен попали с вами? Или они с вами были? Нет, они просто с нами были. И где он остался, получается, тогда? А еще вот моментов про Рапша, что ли, мне только что его тетя или жена написала спросить тоже. Он такой высокий и черненький. Нет, такого я не знаю. Получается, Макаров Данил, он из ДНР. Ну, а откуда вы знаете, что с ним все хорошо? Нет, нет. Ну, я же с ним был. Ну, так-то был. Не из ДНР, она что-то хочет сказать. Что ты говоришь? Нет, нет, Тимур, другой, другой Данил, который с тобой служил в ГУГе. Молодой. А, он 200. Они с Дорохом подъезжали на Мадулы и их взорвали. Слушай, ну вот я вот списки-то каждый раз подаю, и вот мамам некоторым помогают тоже списки подавать. И вот Манглухова тоже нигде найти не можем. Ты, кстати, в украинских списках вообще во всех есть, а там даже по два раза пишут. Манглухов, жив, здоров, у него все нормально. Он в плену? Да. Это лейтенант. Он же у нацистов в плену, как с ним может быть все нормально? Что вы такое говорите вообще? С ним все нормально, он там в нормальном плене. Да? А есть ненормальный? Да. Есть же плохие плены. Плены, да, есть плохие. Но у нас что-то у всех хорошие плены. Ну, с кем разговариваем, мы там 230-й какой-то около того. И у всех плены нормальные. А где ненормальные, мы пытаемся вот найти, никак не можем. При том, что и списки, смотрите, ваша супруга списки украинские может даже посмотреть. Ничего себе. Это у меня его супруга. Вы молодец, если вы добиваете. Не, не, я понимаю, да, я понимаю, что этот парень скоро пойдет на обмен, скорее всего. Вот. Потому что... Со мной еще в Галифе есть с Оренбурга. Вадим. Вот. Он сейчас со мной находится. Вот мы были вместе. Глухов. Он. Вот. А Никита с тобой сейчас? Какой Никита? Блин, видишь, надо эти фейки развенчать как-то. Потому что они сами в это верят до сих пор. Я не знаю, какого Никита ты говоришь. Березкин. А, Березкин. Березкин, он был изначально со мной, а потом, когда нас перевозили, его оставили. Он интервью давал, рядовой наводчик Березкин, Никита Сергеевич. Нет, Симур, я ищу тебя на всех ресурсах. У тебя, кстати, уже восьмой видос вот этот тут выходит. И это уже второе интервью, которое у тебя будет на Ютубе. Отлично. Так что ты так. Популярность. А где вы давали? Кому вы давали еще? А я только про одну знаю. У кого столько видосов, а у тебя нет. Что, серьезно? А где? Ну, у меня часы под видео, но не с блогерами. Вот вы блогеры? Да. А они нет. Ну, там, может быть, как-то пожестче с вами общались просто. В СБУ? В СБУ, да. Ну, так там двух минут, наверное, да? Я отправил интервью. Потом еще в СБУ, которые, получается, их взяли в плен, они выкладывали три видео. У вас на канале тоже они были, в Телеграм-канале. Там подпись была. На ищи своих? На ищи своих? Да, да, да. На ищи своих, это не мой канал. Мой канал называется так само, как и мой Ютуб-канал в Телеграме. Ну, я понял, понял, хорошо. Слушайте, ну, стандартный вопрос. Вы уже, наверное, готовы на него отвечать. У вас уже, наверное, заготовленная речь. Поэтому, как вы там относитесь к спецоперации? Расскажите, пожалуйста. Я к спецоперации вообще никак не отношусь. Так. Политикой не интересуюсь? Не то чтобы, но в моем возрасте политикой интересоваться. У меня муж сейчас в таком положить, я еще ребенка воспитываю. Какой бы ли тебе может быть лечь? Правильно. А муж у вас почему в таком положении? Муж у меня, потому что второй год на контракте, у него заканчивается уже контракт. А не потому ли, что началась спецоперация, смысл, который никто мне объяснить толком не может? Ну, знаете, мы же не знали два года назад о том, что будет какая-то спецоперация, что-то начнется. Он у меня контракт когда подписывал, когда все хорошо было. Да нет, да я же не про мужа, про вашего. Мы с вашим мужем сидим, нормально общаемся, он может это подтвердить. Ждет обмена, все как он вам сказал. Ест, спит, хотя у нацистов, наверное, как-то по-другому должно быть. Но вам же рассказывают, что в Украине нацисты, правильно? Ну, деноцификация, деноцификация, это что это такое? Вот честно, давайте вот так вот, смотрите. Я не буду отвечать на эти вопросы только потому, что я в это во все не вникаю. Я вам еще раз говорю. У меня свои... Я все понял, я все понял, спасибо. Разговаривайте с мужем, все хорошо. Ты не переживай, у меня все равно выглядит. Хорошо, что она хотя бы там трусит, понимаешь? Вот это уже, это уже трус. Про обмен ничего не говорят? Да ничего не говорят, вообще ничего не говорят. Я же приехал сюда на обмен, вот. В этот пункт. Ну, вот как нам сегодня сказали, я не знаю, я буду еще раз звонить военные части, я буду еще раз всех там долбить, потому что, вот знаешь, я звоню в Министерство обороны, мне говорят, Фархитова, мы вам перезвоним в течение суток. Ну, то есть они уже даже по номеру определяют, например, в Министерство обороны, у меня почти тысяча человек работает, да, и я нам иногда даже одному и тому же звоню, поддам на одного и того же. Он уже даже давние все твои наизлы знает. Угу. Министерство обороны сидят по два-три месяца в плену, их не признают военно-пренами, потому что нету видеодоказательств. То есть, когда ты мне позвонил, я сразу же набрала Бякову. Бякова сообщила о том, что ты находишься в плену, и тебя без проблем засунули в список военно-пренов, только потому что я зашла на украинские фабрики и нашла видео целых три. Сначала одно, потом еще два, и предоставила им качественные доказательства. Но они бы и без видео тебя добавили в списки пленных, потому что, ну, ты знаешь, да, то, что они меня знают в твоих начальниках? Угу. То есть, любые они, они бы потом подохватили. А Бяков вообще как, ну, что, он помогает? Да, как-то помогает. Он мне тоже так пишет раз в неделю, спрашивает, какие новости, чего нового и так далее. Фонис помогает. А дядя Олег? Да-да. Он заинтересован, да? Да-да. Отлично. Главное, ну, обмена так-то, обмена-то хорошо, но я думаю, что будет после обмена. А что будет? Интересная движуха. А что будет после обмена? У меня будут все законы, так что все будет нормально, военные. А от Красного Креста тебе сообщение пришло? У меня со всех организаций пришло, у меня вот такая папка. Ну, все, хорошо, ладно. Я рад буду тебя слышать. Я тебя очень сильно люблю. Я тебя тоже всем приветствую. Чем отличаются принципиально действия российских солдат от действий солдат вермахта? Давайте проще. Вы вторглись в Украину? Ну да. И они вторглись в Союз. Тем стреляли по ногам? Ну и этим, возможно, тоже стреляли по ногам. Что тут такого, что тут россияне видят такого необычного? Может, просто не надо вторгаться, может, просто рада у себя дома сидеть? Ну, скорее всего, да. А в Уфганске рассказывали вот эти дедушки. Типа, вот, в 2014-2015 году заходили украинцы, и у них там были шевроны, рабовладельцы там. Вот, и они, типа, то ли издевались просто. Ну, это... А у вас шевроны... Не доказано? А у вас шевроны? Смерть – это бизнес, и бизнес идет хорошо. Моя цель – насилие. Ну, че вы, как это не у нас? Ну, так вот. Ну, я... Давайте, что-то уже будем разносторонне подходить к этому вопросу, раз мы уж такие. Во-первых, вот вам, смотрите, Рогозин. Еврейский фашизм. Это Рогозин, это ваш. Во-вторых, вот Моторола, герой ДНР, стреляет по своим же. Ну, тут я уже не буду долго ставить эти видео, потому что... Дальше. Вот ЧВКшник, который с нацистскими символиками, который там проявляет полностью все нацистские истории. Вот, пожалуйста. Я не верю ни во что, я тут просто для насилия. Пожалуйста, я не знаю, ЧВКшное это или не ЧВКшное. Идем дальше. Вот это Пушилин, вот это он награждает бойца ДНР. Вот у него Мертвая голова, вот у него тот Тенкопф, Валькнут. Все, у них то же самое есть. Дальше. Русский марш. Нужно рассказывать, что это такое? Вот это Вагнеровец, Уткин. Вот у него нацистская символика, пожалуйста. Вот он с Путиным на фотографии. Идем дальше. Проще. Кстати, буква В использовалась тоже нацистами, если что. Это из фильма «17 мгновений весны». Можете его пересмотреть. Вот вам буква З. А нет, это не из фильма «17 мгновений». Вот из фильма «17 мгновений весны». Вот В. Вот З. По-моему, 14 серия. Дальше идем. Это ДНРовцы. С такой же символикой. Вот, пожалуйста, СС символ. Вот, пожалуйста, Донецкая республика. Вот, пожалуйста, у человека Гитлер на груди наколок. Фотографии это более реальные. А вот просто парнишка, с которым мы разговаривали, Лукоянов Алексей Александрович. Не исключено, что вы его знаете. А вот его телеграм. Янг Адольф. Молодые Адольфы идут освобождать русскоязычных в Украине. Я подписал тогда. Как-то так. Вот еще молодой человек, взятый в плен здесь. С такой же символикой. Позавчера общались здесь же. Здесь? А, нет, не здесь. Не здесь. Полностью наколки тоже все эти волькнуты, шмалькнуты. Короче, тоже вот пленный. Такой же вашего возраста. Правда, он признает, что это по дурости сделал. Ну так по дурости сделал. Ну так у нас тоже может кто-то по дурости сделал. Может кто-то не по дурости вообще. Давайте друг друга за татуировки идти убивать. В чем проблема? Ну это же он нам сказал по дурости сделать. Не личное дело каждого, да. Вот, например, замечательное видео. Это возле Донецка происходит. Это возле Донецка происходит как раз. Вот стоят российские системы залпового огня. Ракетные системы залпового огня. И стреляют в две стороны. Ну, было бы ничего не понятно, если бы не комментарий в конце. С праздником горит укропы. С праздником горит укропы. То есть они стояли под Донецком. Это про 8 лет тема, да. И шмаляли просто в две стороны. Для того, чтобы стравить людей. А вот этому человеку я сразу скажу. Утренняя зорька. Этому человеку музей даже сделали. Его зовут Моторола. Он россиянин. Он находится в Донецке. Это тоже 14-15 год. Он находится в жилом квартале Донецка. Он приехал из России. Он помогает типа ополченцам. Один из лидеров. И это он таких будет с утра. А это жилые кварталы. Он развлекается. Понятно, да? Так, скажем. Ставим еще. Это корреспондент Риа. Вот это вот корреспондент Риа. Видите? Это он приехал освещать освобождение. А это он со своим другом. А у друга на руке кто? Генрих Гиммлер. Наколка. Татуировка. Как же его зовут? Жалко, не подписал я, как его зовут. Но здесь, если посмотреть комментарии... Очень долго можно, да, это все листать. Не будем мы это все листать. Вот, пожалуйста. Тапаз позывной. Российский. Стоит, зигует в украинском изюме, возле церкви. Мы уже вспоминали, где ломают ноги, руки. Мы уже вспоминали про 20 долларов за голову. Да? Мы уже это все вспоминали. И я вам могу сейчас привести очень много фотографий, очень много видео. Я и так их вам за 5 минут уже показал. По-моему, достаточно, да? Это и с российской стороны издевательство. И с российской стороны нацизм. И явные проявления, прямые проявления нацизма. И то, что происходит у вас в тюрьмах. Все. Вот это вот три видео, которые мне набросали. Ну, допустим, их четыре в непонятном качестве. Это все, серьезно. А как же я говорю, нет плохих наций? Ну, нет плохих наций. Тем более, что, как мы с вами вначале говорили, россияне это же не нация. Русские нации. Русские нации. А у нас здесь детей насилуют, убивают и расстреливали в затылок. Это я вам могу показать просто килотонны этих видео. Что происходило в Буче, в Бородянке, в Малиуполе, везде. Насиловали и убивали и расстреливали в затылок. Ведь не только русские. Но и множество других национальностей, пришедших из России. Я не говорю о том, что есть хорошие или плохие. Я говорю, что Россия вторглась в Украину. Это понятно. И мы еще раз возвращаемся к этому вопросу. Зачем? Давай, мы уже все, позвонили, да? Передайте россиянам, которые собрались идти в Украину и всем прочим. Что вы об этом думаете? Стоит им сюда идти, не стоит им сюда идти? И даже если кто-то кому-то стрельнет в ногу, защищая свой дом... Это будет правильно. Не то, что правильно. Вообще-то, на самом деле, пленных, которые уже взяты в плен, это неправильно, честно говоря. Даже в таком случае. Мы же гуманно относимся, мы же добровольно с вами общаемся. Это неправильно. Но и в этом, в то же самое время, нет ничего за рамки выходящего. Это эмоции человеческие. Такое может быть. Конечно, каждый бы защищал свой дом. И каждый защищает так, как он его может. Проблема вся в том, что мы здесь у себя, а вы сюда пришли. И еще начинаете рассказывать, что ой, вы как-то не так себя повели, вы как-то не так сделали. Понимаете? Вы же в город отказались пойти. Да. А предложение по поводу выйти погулять в город в российской форме? Спасибо. Захотите, скажите про дольного. Выпусти погулять. Ты так смотришь, будто ты чего-то... Все, снято. Что такое? Это полинтервью на меня смотрел, будто я что-то должен сделать. Я не мог понять, что мне надо сделать. Что, все закончили с сигаретой? А, блин. Да, что-то не сказал. Дай ему эту сонную. Сигарету. Люди не сказал. На, тогда покурить. А это он горнычку с собой. Спасибо большое. Сокурат, что-то. Так, я хочу покурить, в котором я хочу, когда его вылететь. Я скажу, короче, тоже. Уборно. Я вас хочу. Давай ты там матери. Только куришь. Только быстро на обычный звонок. Одна попытка пробуем набрать. Да, просто я тебе скажу, чтобы его забрать, потому что сразу же уйду. Скажешь, что жене звонил, нормально поговорили. Она там меня спрашивала, я сказал, что звонить не будем, потому что времени и так уже. Ты подрезал зажигалку? Да. Да, я случайно. Нигера себе, короче. Ты что, что фасучка? Алло, да. Алло, мам, привет. Привет, сынок, привет. Как у тебя дела? Мам, все очень хорошо, я быстро. Все хорошо, я... Все хорошо, я в плену. Все очень хорошо, я в плену. Я Рудальке звонил. Мы же нацисты, мы же по-другому не можем, вы что, не понимаете? Молчи, нацист. Спасибо огромное. Вы же нас деноцифицировать пришли, а мы вам позвоним. Все, мы заканчиваем. Ладно, мам, давай, спасибо большое. Ага, ладно, все, мам, давай, возвращайся скорее, ладно? Давай. Хорошо, хорошо, давай. Ага, давай, пока. Целуй, люблю тебя. Давай, я тебя тоже. Пока. Пикрофон верни. Зажигалку подрезал. Зажигалку подрезал. Нас рядом в соседнюю камеру посадили. Микрофон можешь подрезать. Микрофон, в первую очередь, заряжай. Я поставил. Я поставил свет плохо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова